всем привет с вами канала и вторая надежда сегодня обещанное видео обещала в прошлом посмотрите как он видит вас сегодня ну и заодно посмотрим его мысли о вас что он думает вас прямо сейчас данный момент описание ситуации чтобы вы смогли узнать ваш расклад это или нет особенно это для новых зрителей подписчиков важно когда вы узнаете что это абсолютно ваша ситуация вы можете смотреть видео до конца это будет очень точная информация для вас если вы понимаете что ситуация у вас абсолютно другая то просто ради интереса можете посмотреть но чтобы не было разочарований не настраивайте себя что это будет именно так ну и не лишним будет поучиться тренировать интуицию и когда вы смотрите расклады интуитивно то конечно не исполняются абсолютно полностью так в данный момент здесь показана потерянная любовь потеряли друг друга либо давно не общаетесь давно уже не видитесь какая-то глухая тишина каждый закрылся в сам себе чувства которые были которые вы показывали друг другу которым вы делились друг с другом они закрыты не вы не показываете что вы по-настоящему испытываете к этому партнеру и он точно так же на здесь уже на смену чувства могло уже прийти разочарование и серьезная обида потому что кубки это всегда эмоции это всегда бурлящая энергия и конечно если мы говорим про обиду уже она может показана яркой картой вот но при этом будет любом случае сопровождаться какой-то вот типа такой вот карты как отшельник тишина непонимание вообще есть глухая стена между вами были большие планы и некрасивая ситуация все планы нарушила либо предательство либо обман какой-то здесь рухнули все розовые замки которые строились и здесь сразу между вами куча преград куча претензий куча непонимания по отношению друг другу и обиды здесь конечно были очень серьезные хотя все так было хорошо и здорово да здесь однозначно вы сейчас не общаетесь вообще я не вижу здесь моментов когда вы переписывались бы я не вижу даже того чтобы вы ругались вот здесь вот момент когда просто звенящая тишина между вами давайте посмотрим мужчину в каком состоянии сейчас пребывает вот здесь какой-то праздник намечается либо вот-вот наступит либо совсем недавно отгремел я не знаю может быть он диплом получил какой-то может быть он какие-то курсы закончил может быть это у кого-то из два родных и близких был на свадьбе друга может быть этому родственников потому что здесь голова у человека болит очень сильно очень сильно болит голова целом его состояние не позавидуешь и не помогаю даже какие-то приятные события связанные с празднованием потому что здесь радость веселье здесь еда здесь выпивка вот но он даже в такие вот моменты когда все улыбаются когда поднятая настроение у людей он даже в этот момент очень несчастный сердце у него разбитая я не знаю как вы точнее насколько сильно но этот мужчина однозначно вас любил я думаю любит до сих пор просто здесь чувства которые уже превратились в одну сплошную боль для него в одну большую печаль и это мысли 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 сегодня мы тоже будем смотреть но он постоянно вас держит своей собственной голове но давайте посмотрим мысли раз он так настаивает все таки мечей то у нас ментал это размышление это анализ это думы в его случае думы тяжелые что он думает о том что безысходность какая это грустно скучно неинтересно других колодах эта карта показана когда человек держит мир в руках но он очень грустно смотрит на то что он имеет и мы тоже видим глобус тот же самый мир здесь он у коленей рядом с коленями этого человека мы тоже видим что человек смотрит куда-то в окно куда-то вдаль окно это тоже определенная преграда я хочу сказать что все мысли связанные с вами они очень сильно отражаются на его качестве жизни на той жизни которой он живет сейчас без вас и этот мир без вас он ему не нужен то что он имеет где он живет с кем он общается его круг отношений людей там взаимоотношений работа хобби увлечения да неважно такое ощущение что он как будто бы как вот отсаженный какой-то вот и смотрит на окружающих его людей на происходящее действие вокруг него и особо то он не интересуется он участвует постольку поскольку в своей жизни и это все происходит у него очень так механически не интереса не активности никакой если что-то необходимо сделать да он сделать опять же как здесь показано вот что-то здесь у человека было приятное но опять же да все радовались веселились а он страдал ему недовесели он даже на этих людей улыбающихся довольных счастливых просто смотрел как на сумасшедших для него здесь прям такая знаете вот печаль вселенская я думаю здесь и обида на людей что обида или может быть даже зависть что вот вы можете позволить себе расслабиться веселиться я даже вот в такой атмосфере не могу себе позволить отвлечься все потому что вы как-то объединяли как-то скрепляли все то в чем он живет вот весь его мир без вас он такой знаете какой-то рассыпанный на кусочки в общую картину это все не собирается мы все знаем что такое пазл вот это пазл который был собран который ему так нравился вот кто-то взял так вот вандально его разобрал и вот он смотрит и он понимает что это было прекрасной картиной но с чего теперь начать и собирать то уже не хочется да уже много свое время было сил потрачено на это и вот обида печаль я думаю таком состоянии сейчас готов винить всех и каждого что у кого-то хорошее настроение кого-то какая-то радость у кого-то какие-то успехи ему это все не надо и это все связаны из-за мысли с вами безразличный без инициативный человек который находится в состоянии потери его мысли о вас что он вас потерял и это самая большая потеря его жизнь из такого что очень сильно отражается на его жизни жизнь стала абсолютно другой может быть и были у него потери родных и близких но вот как-то он это смог принять он это смог в свое время ну вот в этом жить в в этом как-то встроиться да вот как вот нужная деталь в механизм и все шло своим чередом а здесь не получается может конечно мы смотрим совсем свежую ссору между вами может быть но если между вами уже ситуация довольно таки длительная и она продолжается такое хорошее количество времени то тем более здесь подчеркивает особую важность вашу в его жизни когда проходят люди дни а как будто это просто фон такой да вот шум который мешает ему грузиться в себя может быть пострадать где-то принять какое-то решение все обдумать естественно вы его потеря неоправданная бессмысленная и вообще и пятерка мечей карта очень такая сложная потому что она всегда говорит о том что вот то к чему ты стремишься то за что ты борешься или то как ты действуешь получишь результат обязательно получишь но только ты потом очень сильно будешь жалеть по поводу той цены которую ты заплатил знаете как некая может быть слышали такое выражение сделка с дьяволом еда получают люди то что хотят но какой ценой и это цена который ты уже не сможешь отмотать назад вот первого победа называют такую ситуацию когда ты вроде бы и убедил вроде бы тебе дали ли ты взял то что хотел смотря на масштаб того чего ты лишился что ты потерял тебя уже и эта победа не радует я думаю многие из вас скажут что за что боролся на то и напоролся и вы будете абсолютно правы на все 100 на все 200 процентов вы будете правы потому что он действительно не ожидал что для него это будет именно так эмоционально морально и психологически очень здесь сложная ситуация очень как он видит вас сегодня вы его глазами вы его глазами уже рядом с каким-то другим мужчины здесь автоматически включается еще и ревность от чего он еще сходит с ума что о ком-то вы заботитесь с кем-то засыпаете и просыпаетесь кто-то вас балует говорит комплименты с кем-то вы завтракаете ужинаете или обедаете кого-то встречаете ждете или вас кто-то встречает ждет причем король пентакли это человек который не просто романтичный какой-то партнер там не просто любовник не это человек который серьезно смотрит на жизнь который уже не ганашица который уже не ищет приключения себе на пятую точку и которые реально если он берет отношения своей собственной руки то он доводит делать до конца пусть может быть не совсем прям быстро не совсем там романтичный этот мужчина но зато он такой-то вот хочется сказать правильный это может прижимистый да ладно мы здесь не про нашего короля пентакли но он сейчас своих мыслях какая вы его глазами женщина рядом с которым есть мужчина даже если у вас этого мужчины нет и вам уже даром никто не нужен а он видит вас как женщину которая никогда не останется без партнера он прекрасно понимаешь что такая как вы обязательно будет счастлива с другим мужчиной что другой мужчина увидит оценит и не потеряет так бездарно как он стремился к чему-то бежал выделывался я думаю в итоге остался у разбитого корыто смотрит в это окно окно это его несбывшиеся мечты это его будущее которое вряд ли осуществится так как он хотел бы и от этого очень конечно грустно кошки на душе у него скребут скребут оставляя вот такие вот серьезные раны как еще он вас видит сегодня вы его глазами уверенно и спокойно не торопливая не нервничаете не переживаете не психологию конечно если такой мужчина по его мнению счастливая со своими планами красивая задорная ярко интересная такая женщина которая взбудоражит любого которая не пройдет мимо и не останется незамеченной в жизни любого мужчина даже если вы это просто друг мужчины это просто коллега просто какой-то знакомый всегда такое яркое воспоминание вы не представляете насколько он сейчас ощущает масштаб потери и как поэты которые или как писатели которые пишут романы когда они выражаются такой метафорой что он очень хотел бы быть например халатом вашим он очень хотел бы быть вашими домашними любимыми любимыми тапочками он хотел бы вашим быть вашим одеялом там или вашей подушкой вот это сейчас очень важно для него оказаться рядом с вами значит как минимум ему бы просто полегчало бы вы реально можете заразить чем-то хорошим настроением оптимизмом какой-то душевностью ему сейчас настолько плохо что даже если плохо вам он все равно считает что вот сравнивая ваше состояние и свое собственное состояние он считает что вы очень спокойно вы представьте насколько ему сейчас очень плохо не то слово здесь плохо и что с этим состоянием делать как у нас этого состояния выкарабкается он не но не знает здесь карты такой знаете вот резюме проводят подводят надо было думать раньше надо было раньше увидеть ситуацию к чему она развивается почему стремится она надо было раньше предотвратить то что уже начало разворачиваться в очень некрасивую сторону и он бы сейчас многое отдал бы чтобы вернуть время назад сделать совсем другие шаги сделать совсем другие выводы кстати по его мнению вы страдали но эта ситуация она уже у вас позади она уже за плечами чтобы перестрадали все теперь вы спокойно и вы счастливая вы можете себе позволить новые отношения вы ничем себя не ограничиваете вы никому ничем не обязаны что вы сейчас при деле при каких-то интересах своих собственных и пожалуйста открыто к любви и есть рядом с вами какой-то партнер вот такие у нас новости сегодня от вашего партнера так что девочки мои не просто ему очень просто на сегодня все спасибо что вы были со мной я надеюсь вам расклад понравился спасибо большое что заглядываете ставите лайки ставите лайки даже на другие комментарии девочек тоже большое спасибо пишите комментарии обязательно подписывайтесь и мы с вами встретимся в новых видео всем пока пока